Ах, пошла жара! Закинь на счет еще дрова! Олимбет не парит, а щедрый бонус дарит! Зарегистрируйся, пополни счет и получи 30 тысяч рублей! Олимбет. Народный букмекер. Ничья дома нас расстроила, естественно. Очень хорошая поддержка болельщиков, хороший первый тайм. К сожалению, нам пока не удается на протяжении всего матча демонстрировать такую агрессию, старание, мастерство, желание, самоотдачу. Немножко отдали инициативу во втором тайме. Ну, будем работать дальше, естественно. И хотел бы поблагодарить ребят за самоотдачу, за страсть, с которой они играли сегодня. Бывает в футболе так, что ничья она расстраивает. И мы сейчас в раздевалке пообщались. Ребята переживают, но это футбол, будем двигаться дальше. Ваш вопрос, коллеги? Вы считаете, что факел ближе к победе был? Вот вы сказали, что расстроены так вот по игре. Да, да. Мое мнение, что мы должны были выигрывать этот матч. И я думаю, что мы создали больше моментов, было давление. Немножко мы не реализовали те моменты, которые у нас были. Поэтому, да, я думаю, что мы в этом матче должны были победить. Значит, вот про проблему, файкл, вы вот ее сейчас скользко коснулись, о том, что команда минут на пять исчезает куда-то с поля. Идет темп, идет нагнетание, потом раз, команды не видно просто. И это перепады с психологией связаны? Ну, скорее всего, да. Скорее всего, это психология. Где-то момент на фоне усталости, возможно, берем передышку какую-то, теряем концентрацию, и из этого получается, что на какое-то время выпадаем. Но мы над этим работаем. Я думаю, справимся в ситуацию. Значит, добрый вечер. Вопрос, сегодня Сергея Брызгалову не было в заявке, что с ним? Да, Сережа приболел. Он планировался сегодня играть, но у него недомогание, и он пропускает матч. И второй момент. Показалось, что Ираклик, Эскер, чересчур много эмоций оставляет в разговоре с партнерами, с судьями, и где-то не теряет концентрацию. Это показалось или это нормально? Ну, знаете, Ираклик такой человек эмоциональный, и главное, чтобы его эмоции шли во благо команде и ему самому. Ну, пока у меня нет к нему претензий. Сыграно два матча с аутсайдерами на данный момент. Урал-Торпеда. Оба матча закончились в ничью. Вы сказали, что работаете над концентрацией. Кроме этого, есть какие-то варианты? Потому что надо все-таки выигрывать одна победа в 11 матчах. Ну, конечно, есть варианты, но послушайте, что значит аутсайдеры? Все команды премьер-лиги умеют играть в футбол. И посмотрите состав, все везде мастеровитые игроки, в том числе и у нас. Бывают игры, когда не получается выигрывать. Конечно, мы работаем и стараемся каждую игру выиграть. Не получается. Если будем так же много работать и правильно, то победы обязательно придут. Спасибо. Следующий матч с «Зенитом» команда проводит. Потом с прямым конкурентом в гостях. С «Химками», потом с «Ростовом». То есть матчи такие предстоят непростые. Как-то специально к Питеру будете готовиться? Или обычный проходной матч, как все остальные? Ну, специально точно не будем готовиться. Потому что мы не в том положении, чтобы на какой-то отдельный матч по-особому настраиваться. Нам надо любой матч воспринимать так, что мы должны его победить. Независимо, «Зенит» это или любая другая команда. «Зенит» это чемпион страны. Понятно, что здесь возможно, повторяю, ребят, будет какая-то завышенная мотивация. Но, я не знаю, при своих болельщиках любой соперник на домашнем стадионе, на выезде сейчас нами должен рассматривать, как возможность заработать три очка.